В эфире новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И в начале, коротко о главном. Запад-2013. Предстоящие масштабные учения сегодня обсуждали на рабочей встрече у президента. Российские войска уже прибывают в Беларусь. Пугающая неопределенность. Пока Конгресс США решает бомбить или не бомбить, Сирию покидают иностранные граждане. В новый сезон с новым звучанием. В Белгосфилармонии отремонтировали один из самых больших органов в Европе. Повестку предстоящего саммита ОДКБ обсудил сегодня президент Александр Лукашенко с генеральным секретарем организации Николаем Бордюжи. Саммит пройдет в Сочи 23 сентября. В частности, речь шла о развитии системы управления коллективными силами ОДКБ, создании авиационных сил в рамках организации. Александр Лукашенко и Николай Бордюжа также обсудили подготовку к предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2013», которые состоятся в конце сентября. В них будут участвовать и некоторые формирования коллективных сил страны ОДКБ. Первый вопрос – это встреча главы государства в рамках организации договора коллективной безопасности, которая состоится в последней декаде сентября. И в этот же период времени практически учения «Запад-2013». Я так полагаю, что это хороший будет экзамен для штаба ОДКБ. Ну и хотелось бы услышать ваше мнение, и не только ваше, встречаясь с руководителями государств, их реакция на эти две проблемы. В последнее время у нас слишком много поводов информационных и прочих в белорусско-российских отношениях. Поэтому я готов обсудить с вами вопросы, которые могут возникать в связи с этим, потому что уж слишком вышел в последний месяц бурные наши отношения и масса недопониманий в этом плане. И я хотел бы и вас проинформировать, и ваши оценки. Сегодня самое главное для нас – это подготовка заседания Совета коллективной безопасности, которое 23 сентября пройдет в Сочи. Мы предполагаем вынести на рассмотрение президентов несколько очень важных, на наш взгляд, вопросов. Они касаются развития и силовой составляющей, с учетом ситуации, которую в мире мы наблюдаем. Мы предполагаем, что представим вам решение о создании авиационных сил ОДКБ, которые бы занимались транспортировкой контингентов в случае необходимости проведения каких-либо войсковых операций. Я думаю, что мы представим документы о организации управления коллективными силами ОДКБ. В целом, повестка дня СКБ отработана. Мы предполагаем, что перед заседанием президентов или встречей президентов мы проведем совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей Совбезов. Они рассмотрят некоторые вопросы, обсудят их с тем, чтобы можно было потом уже одобрено этими основными органами организации документы представить на уровень президентов. Тем временем эшелоны с российскими военнослужащими и техникой прибывают в Беларусь. Масштабные маневры развернутся как на территории нашей страны, так и в России. В Беларуси будут задействованы шесть полигонов. В соседней стране военные расположатся в Калининградской области. Всего Запад-2013 соберет около 13 тысяч участников. Они отработают действия боевой техники, новых образцов, беспилотных летательных аппаратов белорусского производства, современных систем связи и навигации. Новая вступительная кампания в Беларуси может пройти по новым правилам. Об этом сегодня шла речь на встрече президента с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Анатолий Рубинов возглавляет специальную комиссию, курирующую подготовку и проведение вступительных испытаний в ВУЗы и СУЗы. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что не всегда удается укомплектовать набор по важным специальностям, например, военного или сельхозпрофиля. Ставку нужно делать на целевой набор, считает президент. Проект новой редакции правил приема в ВУЗы уже готовится, и его планируется принять до конца года. Тема нашего разговора – вступительные экзамены, итоги. Но я в общих чертах знаком с результатами, цифрами и прочими. Меня больше всего волнует проблема совершенствования этого процесса. Может быть, объективно мы что-то не предусмотрели, не досмотрели. Может быть, где-то надо более усовершенствовать этот процесс. Может быть, больше внимания обращать на какие-то индивидуальные вещи. Вот я смотрю сейчас по военным. Допустим, там какой-то недобор был у нас. Почему, спрашиваю, недобор? Ну, какой-то высокий проходной устанавливается бал, так? Для них это было очень какой-то там высокий. Я говорю, слушайте, как это так? Ну ладно, высокий. Ну, вы поговорили с кем-то, кто там не прошел по конкурсу. Может, не добрал где-то там не 60, а 50 набрал балов и так далее. В будущем это неплохие офицеры могут быть. И когда проработали с этими ребятами, с этими людьми, проработали непосредственно вопрос, добрали в Академию людей. И, оказывается, неплохие ребята оказались отсеянными, не попали. Здесь недобор, и они не попали, а хотели бы служить. Потом есть же кадетские какие-то классы, еще какие-то там заведения в средней школе, группы на военную службу ориентированы. Так они, говорят-таки, половину оттуда не поступают в Академию, на военную службу. Это тоже ненормально. Да, они, может быть, звезд неба не хватают, но они будут хорошими офицерами. Есть некоторые нюансы, которые надо подкорректировать. И вашими глазами, как это видится все, надо, не надо, если надо, то где. Вот это я хочу услышать. В рейтинге самых счастливых стран мира Беларусь на 66-м месте. Это итоги исследования, проведенного по заказу ООН. Таким образом, наша страна обошла Россию и Украину. Возглавляют список Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция. Всего в нем 156 стран. При составлении рейтинга эксперты учитывали реальное ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень доверия в обществе и защищенность от коррупции. Самое время запастись витаминами. Сезон еженедельных осенних ярмарок откроется в Минске 28 сентября. Они порадуют посетителей не только широким ассортиментом, но и традиционными скидками. Тем временем возможность пополнить запасы на зиму у минчан уже была в минувшие выходные. Открытая площадка у столичного дворца спорта собрала ведущих белорусских производителей. Овощи, фрукты, рыбы и мясные изделия были представлены в изобилии. На ярмарку мы пригласили со всех областей сельскохозяйственных производителей, фермеров. Они приезжают и будут давать свою цену каждый. Естественно, это будет достаточно ниже. И с каждым проведением ярмарки, то есть каждый раз цена будет ниже. 6 тысяч трупов и около тысячи комбинаций тембров. К новому сезону в Белгосфилармонии обновили орган, один из самых больших в Европе. Инструменты уже более полувека. Тендер на его ремонт выиграла немецкая фирма. В межсезонье орган почистили, запаяли поврежденные участки и обновили пульт. Самую важную часть инструмента. Теперь управлять им стало намного проще. В новом сезоне зрители смогут оценить исполнение лучших мировых органистов. Была осуществлена и, конечно, внутри чистка труб. Это делали профессиональные мастера специальными пылесосами. Это не так просто, что вытер тряпочкой. Это довольно кропотливое и тонкое дело. Мне показалось, что орган стал звучать чище, и звук стал меньше отставать от нажатия клавиш. Богатство такое, которое, конечно, должно украсить наш концертный сезон. У нас есть цикл специальной шедевры органной музыки, приглашая лучших органистов мира, которые сейчас не будут иметь проблем с игрой на нашем инструменте. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Анжелики Урман. Полная информационная картина дня в 19.30 с Юлией Калашниковой. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok